Романтическая проза без хорошей любовной линии это все равно что каша без масла, но взмахом волшебной палочки чудеса романтики не творятся. Вместе с писательницей Литрес Натальей Мамлеевой разбираемся, из каких ингредиентов варится это любовное зелье и чего делать не стоит, а то ведь еще рванет. Бойтесь необоснованности. Если герои влюбляются без развития отношений, без диалогов или взаимодействия, то пиши про балла. Наталья Мамлеева говорит вот так. Конечно, впечатление может появиться с первого взгляда, но так, чтобы герои сразу захотели умереть друг за друга, неправдоподобно. Подростковая любовь может и такая. Сегодня влюбился по круг жизни, а завтра уже и забыл этого человека. Взрослая, выдержанная любовь, она другая. Читайте, что это как газировка и хорошее вино. Поддерживаем Наталью в том, что в хорошей любовной линии нужно развитие. Любой роман, построенный на любовной линии, это всегда сплошь проблемы для героев, зато удовольствие для читателя. Вообще, структуру любовной прозы можно разделить на четыре условные части. Герои влюбляются, какая-то проблема мешает им быть вместе, чувства углубляются, проблема решается и герои, наконец, могут быть вместе. В романтической линии делать можно все. В этом мы с Натальей Мамлеевой согласны. Только важно понять, для какой аудитории вы пишете. Например, если вы работаете над эротикой, а потом вдруг публикуете подростковую книгу, любовная линия, безусловно, изменится. Все будет куда более робко и ванильно. Как говорит Наталья, если вы пишете эту самую ваниль, как и я, и начнете книгу с абьюза, то потеряете читателей. Варианты романтических линий, как звезд на небе. Главное, выбрать свой и придерживаться его. Или вот небольшая подсказка от Натальи. Придумайте псевдоним для каждого направления. Пишите под одним о безнадежной любви, под вторым о ванильной, а под третьим о страстной. Влюбляйте в свои книги и читателей, и нас. И обязательно заглядывайте в блог издательских сервисов Литрес, где можно найти много полезных статей и советов.